Здравствуйте, коллеги! Сегодня я приглашаю вас на экскурсию по поисковой системе Google. Мы с вами рассмотрим сервисы Google для организации деятельности педагога. Итак, вы видите на слайде мой аккаунт Google, члена 9, собака.gmail.com. И переходим в саму поисковую среду или систему Google. В правом верхнем углу вы видите мою фотографию в моем личном аккаунте или в личном кабинете. Можем его открыть и посмотреть, что у меня здесь есть, можно выйти и так далее. Рядом мы видим с вами приложение Google или сервисы Google. Google. Вот я вас сюда сейчас сегодня и приглашаю. Посмотрите, можно увидеть большое разнообразие всевозможных каких-то программ, сервисов, приложений, которые мы можем использовать. Давайте начнем с самого, наверное, популярного. Это Google Диск. Я прямо открываю Google Диск. И перед вами сейчас, в данный момент, демонстрируется вход в мой личный Google Диск. Открыты, в данный момент, открыты папки и файлы, которые сохранены на Google Диске. А Google Диск – это виртуальная флешка на 15 гигабайт. Я на нем, на Google Диске, не храню большие объемы информации. Большие объемы информации я храню в облаке Mail.ru. Или можно еще хранить на Яндекс.Диске. Там тоже небольшая флешка. Поэтому здесь у меня организуется совместная работа, доступ к документам, создание анкет, тестов, YouTube-канал. Когда я открыла Google Диск, у меня есть возможность создавать, загружать различные файлы. Чуть позже мы к ним вернемся. Я могу посмотреть, что лежит на моем Диске, какие документы Гугла. Они небольшие по объему, поэтому они даже не считаются хранением. Это просто собранное место. Это то место, мое информационное пространство, с которым я работаю в интернете, с которым я общаюсь и через который я организую свою деятельность. Есть файлы, которые мне предоставили другие люди. И их тоже очень много. Я вот специально прокручиваю бегунок, чтобы вам было видно. Можно посмотреть, можно пометить те, которые вам нужны. Можно посмотреть недавние и так далее. Можно создавать различные файлы. Например, можно создать папку и эту папку наполнять уже тогда для структуризации ваших файлов. Вы можете делать различные папки по классам папки, по темам, по предмету, допустим, какие-то у вас сделаны будут документы. Можно загрузить папку или загрузить документы, а можно их создавать. Чуть ниже, посмотрите, есть четыре вида, которыми мы пользуемся постоянно. По крайней мере, я пользуюсь этим постоянно. Гугл документы, гугл таблицы, гугл презентации и гугл формы. Гораздо реже я пользуюсь, допустим, гугл рисунками, гугл картами. Но это не умаляет их достоинства. Очень интересно делать коллажи. Очень интересно делать всевозможные рисунки в гугл рисунках. А для тех, кто путешествует, для тех, кто связан с географией, с картами, понимает, как работать. Мои карты, гугл, мои карты – это незаменимая вещь. Ну и еще здесь много других сервисов и программ, которые вы можете подключить и расширить еще больше. Итак, ну давайте посмотрим некоторые из тех документов, которыми я пользуюсь, которые я применяю и каким образом я их применяю. Например, есть документ, вордовский документ, который я сохранила, загрузила на гугл диск, сохранила, открыла в гугл документах и дала в настройках доступа, дала право людям, с которым я хочу предоставить этот документ для обсуждения, дала право им комментировать. Вот они выделяют, заходят в документ, читают, выделяют какие-то фразы, какие-то термины. Я могу с ними согласиться или не согласиться, если я соглашаюсь принять или наоборот отклонить, пожалуйста. И это у нас совместное обсуждение какого-то документа. Можно дать право не комментировать, а, допустим, редактировать. Ну, это невозможно. Я стараюсь этого не делать для большого числа людей, а для двоих, для троих авторов какого-то документа. Конечно, это нормально. Это нормально, когда мы готовим какую-то статью. Это нормально, когда мы готовим какое-то мероприятие, которое мы будем вписывать. Это нормально, когда мы хотим предложить какие-то совместные действия или какие-то еще. Вот тогда вот такая вот коллективная работа, коллективное обсуждение очень интересно. Я предлагаю вам результат работы над… Так, стоп, секундочку. Я предлагаю вам пройти анонимную анкету вместе со мной. Я пройду сейчас, конечно. Рефлексия по итогам урока. Это можно предоставить ученикам, посмотреть ученикам, слушателям курсов, участникам какого-то семинара, чтобы была обратная связь. А может быть, я планировала, что вот эта анкета «Рефлексия по итогам урока» будет не анонимной, а наоборот будет вставлена здесь фамилия, имя и класс ученика, или тема урока в которой, или дата урока, когда он ее заполнял, чтобы было можно посмотреть, как меняется мышление ученика после каких-то определенных действий со стороны учителя. Ну, например, мне на уроке было легко усвоить новый материал. Так, я сейчас, коллеги, естественно, буду очень быстро делать. Мы посмотрим, что у нас получится. Я не понимал вопроса учителя, не мог оценить правильность ответов, мог предложить свой вариант ответа, мне было интересно и познавательно, и я бы смог. Посмотрим, что у нас получилось в результате. Посмотрите, три ответа у меня есть, и я сразу вижу и в процентном отношении. Что получилось у меня на уроке, на семинаре, на каком-то мероприятии, что не получилось и так далее. Это анонимный пример. Например, на самом деле их может быть, могут быть и неанонимные. И создание на гугл диске, вот здесь создать гугл формы, позволяет нам организовать любые виды тестов, проверочных работ, дистанционных вот таких, когда нужно выбрать или написать ответ, причем ответы, вопросы, категория вопросов могут быть разные, и ответы тоже могут быть. Написать открытый ответ, да, или выбрать из теста, или выбрать из предложенных ответов каких-то, один, несколько и так далее. Пожалуйста, это все можно использовать на занятия. И, пожалуй, я бы еще взяла таблицы. Я при работе с учителями на курсах повышения квалификации очень люблю использовать вот такую таблицу гугловскую, которую вы видели сейчас. Там вот есть фамилии, я их убрала, чтобы их не видно было. Можно закодировать, можно сделать как угодно. И я специально сейчас вам показываю. Они сами разрабатывают, допустим, итоговую работу какую-то и прикрепляют, где находится эта итоговая работа, чтобы я тоже могла, не скачивая в гугл документе, прокомментировать эту работу. Мы ее потом все рассматриваем и отмечаем. Ну вот, чтобы вам было понятно, что значит отмечаем. Я заливаю, допустим, красным цветом, не пойдет эта работа. Зеленым очень хорошо, желтым требует какой-то доработки. Ну, конечно, вы можете это использовать совершенно по-другому. И возвращаясь на сервисы гугла, хочу вам показать еще один, не один ресурс. Это блоги и сайты. Можно делать блоги, создавать. И гугловские блоги довольно-таки неплохие в работе, в использовании. И учителя-предметники очень легко понимают это. И еще бы мне хотелось два ресурса показать, которыми мы очень хорошо пользуемся. Например, я очень люблю и использую календарь для планирования своей работы. Это мое расписание. Если вы обратите внимание, у меня здесь расписание за несколько лет. И если вы увидели разные цвета, то это два разных календаря, два разных пользователя. Я и моя коллега, с которыми мы вместе работали на кафедре. Вот с ней мы делали, чтобы видели, кто где когда, и расписание для кафедры делали. Сейчас я с календарем работаю одна. С своим календарем работаю одна. Но вот сейчас вы видите, что следующая неделя у меня полностью загружена. Я могу это все менять, я могу все это редактировать, добавлять, убирать и так далее. Я прописала все свои крупные мероприятия до конца учебного года. И поэтому я всегда это вижу. И причем это вижу и на телефоне, в календаре телефона, и здесь. И, пожалуй, еще очень люблю, мне пришло по душе. Гугл-канал, обратили внимание, это Гугл-канал. Все те ресурсы, которые здесь есть на Гугле, которые когда-то, может быть, я просматривала и так далее. Но я вас приглашаю на свой Гугл-канал, мой канал. Гугл-канал. Вот они, записанные мной. Записанные мной семинары, вебинары. И расположенные здесь. Они недоступны пока никому. Но как только я их опубликую, дам на них ссылку, пожалуйста, они будут доступны тем, кто с этим ресурсом, кто эту ссылку будет у меня иметь. Здесь можно создавать видео и добавлять видео. И еще очень интересное. Хотела вам сказать о том, что у Гугла есть справки. Все, что вы хотите знать, все, с чем вы хотите работать. Пожалуйста, мы зашли с вами на Ютуб-канал. И справка пошла по Ютуб-каналу. Зашли на Гугл-диск. Справка пошла по Гугл-диску. В общем, коллеги, осваивать Гугл-диск можно. Можно. Использовать можно. Легко. Удобно. Помним, конечно, о том, что личную информацию мы стараемся там не сохранять. Или только по разрешению того человека, чью информацию мы там сохраняем. Но пользоваться анонимно в виде тестов, в виде организации какой-то деятельности совместной. Гугл-диск очень... Сервисы Гугла очень полезны. Ну и, пожалуй, на этом я сегодня с вами прощаюсь. И приглашаю вас продолжить обучение. Продолжение следует...